Всем привет! Вы на канале ТОП-Армии. И сегодня мы с вами разберем интересный дипломатический ход, который стал настоящим сюрпризом для мировой общественности. Президент Узбекистана Мерзеев решил использовать русский язык во время встречи с председателем КНР Сидзепинем. Поведение президента Узбекистана в Китае вызвало неожиданный интерес в России и Китае. Недавно президент Узбекистана посетил Китай, где встретился с председателем КНР Сидзепинем. В ходе мероприятия обсуждались двусторонние отношения и обмен мнениями по текущей ситуации. По моему скромному мнению, поведение Мерзеева в Пекине вызвало значительный интерес, особенно в России. Недавно прошла встреча глав Китая и Узбекистана. Одна деталь этого события стала сюрпризом для России и других стран. Хотелось бы подчеркнуть, что президент Узбекистана на протяжении всей встречи с Сидзепинем говорил на русском языке, а не на узбекском. Этот выбор был весьма необычным и стал своего рода сюрпризом. Более того, поведение узбекского президента вызвало интерес в различных СМИ, где начали формироваться теории о его мотивации. Согласно, например, мнению в Китае, решение говорить на русском было предварительно спланированным дипломатическим ходом. Таким образом, Мерзеев выразил уважение к России и ее интересам. Это был изысканный и вежливый жест, подчеркивающий дружественное отношение к российской стране. Такой шаг вполне обоснован, например, отметила китайское издание «Соху». В общем, в последнее время Запад усиливает напряженность в отношении со странами Средней Азии, пытаясь привлечь их на свою сторону и разрушить их связи с Россией. На фоне этого через различные СМИ распространяется множество слухов с целью сеять недоверие между Российской Федерацией и ее соседями. Президент Узбекистана своим жестом продемонстрировал, что любые подозрения в отношении его страны не обоснованы. Встреча с Сидзепином стала событием, идеально подходящим для подчеркивания этого, учитывая внимание, уделяемое ей Кремлем. Узбекистан явно показал, что уважает Россию и рассчитывает на поддержку взаимных отношений. А как вы оцениваете стратегический выбор президента Узбекистана? Использовать русский язык во время встречи с председателем КНР Сидзепинем. Какие, по вашему мнению, могут быть мотивации за этим дипломатическим решением, особенно учитывая нарастающее давление на страны Средней Азии со стороны Запада? Поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Но на этом выпуски от канала Туп Армии, конечно же, не заканчиваются. И чтобы не пропустить следующий выпуск, надо обязательно найти кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok